В 1972 году весь мир следил за матчем на шахматную корону между Борисом Спасским и Бобби Фишером. Как это случается сплошь и рядом, игра из спортивного зрелища превратилась в политический фарс и послужила поэту или братисту Тиму Райсу сюжетом для очередного шедевра – мюзикла «Шахматы». К началу 70-х Тим Райс имел в посложном списке ряд мюзиклов, созданных в дуэте с композитором Эндрю Ллойд Вейбером, в числе которых Иисус Христос – суперзвезда. В планах тандема стоял ряд обязательств перед продюсерами, поэтому идея с шахматами оказалась в долгом ящике. Актуальной она стала 10 лет спустя, когда к ней обратились Бенни Андерсон и Биен Ульюрс – мужская половина легендарного квартета «Абба». Творческий кризис, помноженный на семейный, стал для музыкантов поводом переключиться на новый проект. Сюжет мюзикла вкратце таков. Чемпион СССР и чемпион мира американец сражаются за звание нового чемпиона мира. Секундант и подруга американца влюбляется в русского, и тот, вырвавшись из-под опеки сотрудника спецслужб, сбегает на запад. Политика, заговор, любовь, ревность, интриги – успех неизбежен. Для изучения материала Райс Андерсон и Ульюрс приезжают в Москву, надеясь встретиться с тогдашним чемпионом мира Анатолием Карповым. Гостей столицы сводили в Большой театр, показали Красную площадь, на этом все закончилось. Авторы все же нашли возможность встретиться с русской звездой Аллой Пугачевой и предложить ей партию жены русского шахматиста. Но из этого тоже ничего не вышло. Если бы я послушалась бы Бенни Андерсона и сыграла бы роль Светланы в музыке «Чез», в мюзикле «Чез», у меня бы совершенно другая судьба была. Совершенно. И рядом стояла «Атташе по культуре», которая мне тихо сказала на ухо «Мисс Мэй». В результате русскую жену спела Барбара Диксон. Роль советского гроссмейстера Анатолия исполнил Томми Чапберг и его возлюбленный Эллен Пейдж. Ну а в роли американского шахматиста Фредди предстал знаменитый Мюррей Хэт. Двойной альбом с мюзиклом был записан в 1984 году и сразу стал настоящим бестселлером. Два трека «Я так хорошо его знаю» и «Одна ночь в Бангкоке» прочно укрепились на первых строчках хит-парадов. Шахматы показали, что Тим Райс способен создавать удачное произведение и без Эндрю Ллойд Уэббера, а Бенни Андерсон и Бьон Улиус сочинять музыку самых разных стилей. Сложнее обстояло с постановками межикла на сцене. Режиссер Майкл Беннет задумал беспрецедентное зрелище, но осуществить его не успел. Спасать постановку взялся руководитель королевской шекспировской компании Тревор Нанн. Он значительно упростил идею, но и после этого спектакль представлял собой яркое, технически сложное шоу с бюджетом, превышающим 4 миллиона фунтов стерлингов. Слишком дорогое удовольствие. Продержавшись на сцене три года, шахматы закрылись в 89-м. Для американской постановки режиссеру пришлось существенно переработать концепцию, ибо ни один продюсер не рискнул вложить огромные деньги в столь грандиозный проект. В Советском Союзе уже шла перестройка, поэтому коррекцией подвергся и сюжет. Он стал запутанным, и шахматы превратились в драматический спектакль с песнями, который выдержал лишь 68 показов. Неизменную популярность межикла поддерживали его записи, которые продолжали хорошо продаваться. В Советском Союзе их сразу же запретили, назвав антисоветской стряпнёй. На сладости запретных плодов сделал карьеру Сергей Минаев, который перепел все зарубежные хиты 80-х, включая одну из главных тем шахмат. В середине 90-х театр имени Моссовета представил музыкальную пьесу «Игра», созданную доморощенными плагиаторами на основе мюзикла Тима Райса. В ней использовалась музыка Лена, Маккартни, других известных композиторов, но это была, как говорится, уже совсем другая песня. В Америке шахматы возрождались еще трижды, и всякий раз с новыми исполнителями. Постановки в других странах являлись упрощенными переработками либо лондонской, либо бродвейской версий, либо их комбинациями. Концертная версия спектакля до сих пор путешествует по миру. Субтитры создавал DimaTorzok